всем привет в этом видео я хочу показать как я готовлю морковскую морковку по-корейски готовлю уже там очень долго стать лет 10 сам приготовлю в семье скажем мне моим дитям жене всем нравится нет гостям тоже здесь сейчас приблизительно один килограмм морковки я уже почистил сейчас буду шинковать но такой терке для того чтобы не было поудобнее бы возьму такую большую чашку и буду у нее шинковать конечно остальное все покажу потом как шинковать или буду я думаю это не очень интересно будет смотреть и видео потом очень длинное получится чего еще сказать мужики если готовить будете женщина это знают одевайте перчатки по одной простой причине вот из-за этих ножей эти ножики очень острый если вы не хотите чтобы ваша шкурка туда попала или ногти одевайте перчатки они хоть тоненький ну спасают ужасно а без перчаток режете пальцы и потом ногти не могу пострелять сейчас прилить я покажу как это получается чтобы видели какая морковка зеленое получается удобно но вот такая у нас морковка будет вот она ну все выключаюсь натираю и потом опять включимся ничего можете дальше вот эту штуку долго искал когда практически как это кофемолка или можно просто специи молоть вот так вот он там нож оставляется будем добавлять специи сюда я не знаю как ее приобрел я полюбил ее очень сильно потому что скажем сейчас даже я черный перец горошком перемалывать буду кориандр перемалывать буду и вот этот перчик очень очень горький перчик конечно вы будете сами когда делать добавлять по вкусу если мне этого перчика не будет достаточно у меня есть тоже уже приготовленный конечно сейчас почему-то не вижу а вот он могу потом просто добавить это тот же самый перец перемолотого здесь вот один чуть-чуть поменьше на молотой что легче перемалывать был потом тоже добавить будет не хватать кориандра добавляем скажем где-то столовую ложку на килограмм конечно можно все делать по вкусу скажем так рецепт он приблизительный вот это примерно востока я добавлю кориандра чуть-чуть вот теперь перед черным горошком вот такое где-то количество наш красный пьяч даже да удалить ему очень-очень острый все это делаем сейчас перемолю у нас будет готовая приправа добраться наша специя будут готовы для нашей морковки до морковка еще до сих пор кстати наставим смотрите посмотрите сейчас я покажу когда нам отстоится и выжим чуть-чуть не сока и потом сможем добавлять уже наши специи сейчас чуть громковато будет посмотрим что получилось надо еще чуть-чуть мы достаточно просто не могу описать какие запахи отсюда идут это просто обалдеть свежеперемолотый черный перчик горошком и кориандр свежеперемолотый вы даже не можете представить какой он душистый запашистый есть простой можно готовый кориандр конечно взять уже молотый но вы никогда не узнаете какой у него самом деле запах и сильнейший вкус когда он свежеперемолотый у кого есть возможность советую самому перемалывать специи получается намного вкуснее очень у нас получилось такое приблизительное количество ну специи пока сейчас готовы мы поставим в сторону и займемся морковкой морковку я натер вот что у нас килограмма получилось конечно кучу еще осталось такую мелкую очень тяжело стереть перчатку достал новую на старые здесь вот а чуть-чуть про царапал этих рука целая стала печатаю музыки что нам надо сейчас делать самым первым делом нам надо посолить морковку посолим морковку по вкусу конечно пропорции я точно не знаю потому что все делается приблизительно на глаз мы так же как ему морковку брали килограмм пока мы помыли пока мы почистили со стругали какая-то часть уже ушла так первым делом мы добавили соль вторым делом мы добавим с вами туда приблизительно чайную ложку сахара да такую хорошую чайную ложку сахара с бугорком это все теперь должно настаиваться 20 минут приблизительно тут наши соль и сахар вытянули с морковки сок чтобы она чуть-чуть обтекла если скажем морковка не очень сочная но все равно я думаю что сок соберется потом смогу показать этот сок нам потом надо будет слить что салат не такой был ну как бы жидкий что ли обязательно вот это надо сделать 20 минут дать постоять то время когда это все стоит как мы можем заняться другими вещами например приготовить наши спины один остальной еще добавлять соль далеко не убираем пригодится такая была выключена камера я вот чеснока марина на чистом скажем это количество морковки я вам советовал взять вот столько 3 3 зубчика на первый раз если вам будет мало вы можете конечно потом добавить авто когда-то разве будет у меня семье его любят очень скажем побольше чесноком поэтому добавляет чуть больше чеснока чем по идее нужен он тоже свою дает остроту не только перец и чеснок свою остроту дает ну и конечно усиливает вкус сейчас один участке и покажу вам все у нас там с морковкой стала сколько она дала за этого носока я время не засекал на пока это все подготавливали 20 минут уже прошло так что сейчас будет видно что у нас морковка хорошо на ли собрал или нет можете видеть сбегает вот этот вот сок просто были он нам нужен чуть-чуть нужно отжать будете что морковка получится потом сухая лечу такой нет этого не будет она еще потом свой сок даст это только для того чтобы усилим много не было все но после этого как масло ли сок можно было специи которые мы до этого приготовили вот эти все высыпаем сюда все готово специи с морковкой перемешать сразу лучше это все сразу перемешать запах идет он еще даже наполовину не готовы а тут запахи такие стоят он смотрите как вы эти даже специи уже хорошо морковки еще тоже можно использовать и часто даже используется в этом салате вы можете красную паприку сладкую добавить сюда молоту с хуй придает очень красивый цвет салату и вкусовые качества чуть-чуть конечно тоже меняется он как бы сластит тоже короче можете тоже попробовать я в этом случае данный момент добавлю добавлю чуть-чуть красной паприки красной паприки на совсем чуть-чуть добавлю вот так вот охватить для цвета теперь берем чеснок и выдавливаем его и как я стараюсь чтоб он сперва лежал весь в кучке сильно не разыграны или скажем так по поверхности чтобы когда мы сейчас будем заливать горячее масло хорошо попасть на чесночок чеснока получается очень хороший вкус из-за этого когда мы сейчас маслом одожгем ножик вот так это выглядит сейчас следующий этап нашего салата начинается с того что мы ищем берем сковородку нам надо будет сейчас почистить одну головку лука 1 головки оказалась маленькая мало маловато потому что лук как они собрали так принципе 1 головки хватило вот почистили сковородку я сейчас оставлю здесь стоять чтобы вы видели такое количество масла тоннолива стоит подсолнечное масло не хватает это мало очень масло надо чуть больше сейчас бегу за другую банку вот сходил за новый бутылкой масла будем добавлять приблизительно вот такое колесо масло нам надо уходит сюда сковородку оставлю сейчас на плиту пускай накалим масло накаляется пока накаляется масло режем лук можете пальцами можете полу пальцами как понравится такой штиль нам нужен только для того чтобы вот сейчас обжарить сковородки на масле потом из масла уходим он придаст масло свой специальный вкус количество даже достаточно масло раскалится жаривать лук я это снимать не буду ну как его обжаривают легко догадаться его сейчас по кладу на сковородку это масло разогреется начну обжаривать когда он порумянится потом просто здесь уберу из масла и перед тем как дальше делать я конечно опять включить обжариваю лук только поклал что доверем до румяности потом с помощью вот этой штуки мы его оттуда извлечем все наш лук обжарился сейчас будем заливать масло масло пожалуйста не забудьте надо хорошо накалить конечно не пережигать но чтобы масло очень было раскаленное и все теперь заливаем нашу морковь хорошо все размешиваем какой аромат чесночка поэтому специально сверху оставил шутку прям маслом зажечь и все тщательно перемешиваем чтобы чеснок комочками не лежал взглянул зашелся ну вот смотрите у нас получилось смотрите сюда мы до этого с вами отливали сок посмотрите сколько его еще дало морковка теперь понимаете почему мы до этого слили сок чтобы у нас салатный плавок все он в принципе уже готов готов как все хватает перец не надо точно добавлять хорошо подбирает вот этот прицеп как я делаю теперь что я еще добавляю это не цель вы конечно это может просто сделать но это не обязательно я добавляю одну чайную ложку уксуса вот одну чайную ложку больше не надо уксус тоже придать свой вкус и скажем так этому салату надо настаиваться еще часов десять перед тем как его стоит можно кушать будет его сейчас можно кушать но вкус будет не тот этот салат уберу скажем я его ставлю пока здесь стоять конечно сейчас посуду поменяю все такое прочее хотя мы сейчас еще кое-что с вами сделаем вот это просто рецепт морковки все остальное что дальше буду делать этом как сказать со временами с годами я стал так делать рецепты как таковую уже если вы увидели что еще делаю я для этого до этого когда солил специально чуть меньше добавил соли потому что я сейчас добавлю соевый соус он тоже соленый если вы так же будет делать перед первым раз когда вы солите солите чуть поменьше а то будет у вас морковка перестали на теперь мы добавляем соевый соус сюда он тоже придаст свою нотку во вкусе много не надо скажем это было на килограмм приблизительно так было где-то ну чайная ложка соленого соуса теперь я покажу вам что я дальше буду делать с этим салатом час назад я запарил спаржу в кипятке вот она настоялась она уже сейчас готовая по чисто сейчас мы снесли сольем с ней воду следует воду чем побольше сольете ты меньше стрелять что будет спаржу вот так я сейчас слегка обжарю на сковородке это спаржа пойдет сюда же в морковку у нас полусокорейский салат с моркови и спаржи вроде сбежала сковородка у нас еще стоит на плите еще горячее сейчас у нее чуть-чуть дали маслица чтобы я могу спаржу обжарить маслица уже нагревается сейчас быстро нагреется сейчас будем жарить масло нагревается сейчас немножко будет стрелять забрасываем нашу спаржу сюда отжаривать долго не надо буквально пару минут и вот как он сейчас выглядит до конца еще раз жарим и можно добавлять здесь нашу морковку буквально минутой можно будет добавлять салат ну все спаржа обжарилась и не добавлять его морковку вот так сейчас прогорело, ничего страшного продаст свой вкус все это дело перемешиваем ой какой запах стоит ребята ребята как я раньше эти салаты любил на базаре покупать кушать а сейчас вот не надо никуда ходить сам все дома делаю конечно это очень вам сейчас скажем так легко я вам все показал как я делаю полностью вам рассказал о лице а мне ко всем ко многим вещам приходилось самому приходить где-то в книжках вычитывать когда еще раньше интернета не было как что делается в наше модернное время все стало намного легче и доступней в то время когда я их начинал делать интернет это еще не был как таково можно было у людей спросить многие люди так скажем так они даже не хотели сильно делиться рецептами своих салатов не знаю вот я поделился рецептом своим как я готовлю получается очень вкусно друзьям нравится многим скажем тем друзьям которые тоже даже корейцам друзьям нравится мой салат скажем так теперь нам надо другая посудина поменьше в чашку большую для того ну сами поймете чего чтобы неудобнее было все перемешивать что ничего не вывалилась и не падало куда попало а что у нас получилось красота дает только запашок какой стоит обалдеть все сейчас накрою крышкой оставлю здесь на столе чашка тепловато потому что мы морковку заливали горячим маслом спаржу я обжаривал тоже горячее и это все все конструкция теплая поэтому оставлю на часа полтора здесь стоять сейчас накрою конечно крышкой потом после этого времени уберу в холодильник вообще можно будет сегодняшнем есть сейчас у нас где-то пол двенадцатого дня к вечеру можно будет есть уже нормальный приблизительно вкус будет но я его оставлю до завтра до завтрашнего вечера протиски пройдет 20 часов и тогда у него самый будет шикарный идеальный вкус вот на это обратите пожалуйста внимание ну все вроде все показал рассказал если у кого-то будут вопросы или еще что-то спрашивайте расскажу не знаю снизу написать вам рецепт нет я думаю видео вы все увидели я все вроде комментировал ничего особенного нет так что как-то так все пока спасибо